Я очень благодарен этому проекту, он много, действительно, что мне дал. Что сейчас происходит на вот этом комедийном поле в России? Очень хорошие, приятные, достойные люди, с ними всегда приятно находятся рядом. Ну, Соборов тот же самый, мне он очень нравится. Его просто размазали бедным, он все свиется. Или говорят, вот негр, назови негр, фунобийца. Чего ты обижаешься? Ну ты негр, ну и что, ты же нормальный человек. В России нет расизма. Я считаю, вот в России расизма нет. Официально заявляю, что ни в одной социальной сети меня нет. И, скорее всего, не будет. Он там актер, это не последние ребята, да, скажем так. Что, что оттуда грязь льется, там, от политиков. Ну и бог с ним. Родные, близкие, родина. Вот это для меня вещи глобальные. Добрый день. Добрый день, Андрей. Очень рад вас видеть. С вами, господа, программа и дамы, конечно. С вами программа Дергачев Инсайт. Я ведущий Вадим Дергачев. Сегодня с нами на связи Андрей Альбертович Кайков. Актер. Служит в театре Содружества Таганки. Был приглашен в свое время в театр Николаем Николаевичем Губенко. А возраст 49 лет снялся в более 50, ну, сейчас, наверное, уже более 60 фильмах, в том числе, в юмористическом скетч-шоу «Шесть кадров». Женат, трое сыновей у вас. Все правильно? Все, все правильно. Андрей, мне очень приятно сейчас сказать вам будет одну вещь, которую вот я сразу хочу сказать, обозначиться. Потому что мы люди восточные, понимаете, мы вот из Алматы сейчас с вами разговариваем. У нас принято все говорить так вот в лоб. Я хочу вам сказать, Андрей, что вы большой актер. И знаете, почему? Вот из чего я это... Вот вы просто потрясающий актер, потому что вы играете даже там, где, казалось бы, можно просто пройтись вот туда-сюда в образе, в костюме, ничего не играть. Вот. Андрей Кайков что делает? Андрей Кайков деталей работает. Деталей. То есть вы коллекционер, просто потрясающий коллекционер деталей. Ваши вот эти мини-роли в этом замечательном скетч-шоу, да, они же просто такие... Это какая-то тонкая работа в предложенных обстоятельствах, потому что вы везде находите что-то, что запоминается. То есть вы не просто там лицо свое двигаете, а вы реально подходите к каждой задаче как истинный и настоящий профессионал. Вот за это вам огромное спасибо, просто потому что, ну, не могу, вот просто как прямой человек, да, не могу вам этого не сказать. Потому что, ну, вот что есть, то есть. Да, то есть вы потрясающе много работаете с деталями. Простите меня за прямоту. Мне приятно, спасибо. А значит, что хотел еще сказать уже так немножко, раз уж мы про Алма-Ато обозначились. Вы в Казахстане бывали, мы вот с вами даже в Астане на гастролях виделись, значит, вы к нам приезжали. Вы катаетесь на горных лыжах. Да. В Алма-Ате вы на Чембулаке были с нашей большой горы. Вы скатились или нет? Честно скажите. Был, был на Чембулаке, катался потрясающе. Очень понравилось прям таким стандартам мировым. Все отлично, склоны отличные, прокаты отличные, кафе, там рестораны, все, все просто очень сильно впечатлило. Вот давайте сделаем немножко по нынешним временам рекламу нашей большой горе, потому что Чембулак – это же не просто горнолыжный курорт в Казахстане. Это горнолыжный курорт, который находится ровно в 30 минутах езды от центра города. То есть где, в какой стране вы еще можете найти горнолыжный курорт, в котором вы оказываетесь через 30 минут после того, как вы вышли из гостиницы. Еще раз вам большое спасибо, что и тут вы меня поддержали. Потому что я думаю, вдруг сейчас Андрей скажет, да не успел я на ваш Чембулак. Ну, не было времени. Да первое, что я сделал бы, это я на Чембулак поехал. Вы знаете, скажу вам честно, потому что я обожаю все это делать. Там, конечно, природа совершенно иная, нежели в Европе. И по-другому как-то и дышится. В общем, как-то красота неописуемая. Мне просто, я очень впечатлен. Вот так это же еще и Большие горы. У нас все-таки это Зайлийский Аватау. Шесть кадров, да? Все-таки это большой период вашей жизни. Это шоу, которое действительно до сих пор смотрят, несмотря на то, что оно в 14-м году ведь закончилось, да? Получается, семь лет уже, как этого шоу, оно не продолжается. Этот проект, причем это же не франшиза, это же оригинальный проект. То есть это проект, который придумали люди. Есть, по-моему, не по-моему, а точно есть такая программа английская, называется Multipight. Ну, там у них несколько другое было. Ну, это от них, скажем так. У нас дочерняя такая, дочерняя история. То есть все-таки франшиза была? Да, да, да. Понятно. Проект, которому, ну, как ни крути, вы этому проекту многим обязаны. Так же, как и этот проект многим обязан вам. Безусловно. То есть это такое переливание. Вот, то есть что, вот эта игра в предложенных обстоятельствах, да, в которую вы там вели, вот что она вам дала? Насколько вы к этому проекту относитесь сейчас хорошо, плохо, по-разному? Как вы его вспоминаете? То есть насколько он вам вообще, скажем, по-прежнему интересен вот через время? Ну, я очень благодарен этому проекту. Он много действительно, что мне дал. Он дал, не знаю, популярность такую, ну, условно, да, дал, как бы, финансовую свободу некую, да, опять-таки. Не все, как бы, но мне появилось больше работы благодаря этому, благодаря шести кадрам. Потом мне было там интересно. Там были интересные люди, было интересно хорошо работать, приятно. Просто это, я с благодарностью вспоминаю это время. Друзей он вам дал или друзья у вас, как бы, работа отдельно, друзья отдельно? Мы очень хорошо дружим с ребятами шести кадров, со всеми причем. У нас никогда не было никаких конфликтов, и, ну, я некоторых и знал до этого, да, хорошо знал. Вот, и некоторых узнал лучше. И очень хорошие, приятные, достойные люди. С ними всегда приятно, приятно находиться рядом и интересно. То есть вы смотрите за тем, что сейчас происходит на вот этом комедийном поле в России, да, то есть вы обращаете внимание на стендапы, на то, что вот сейчас, ну, делают молодые ребята там, которые уже, это уже никакой не КВН, это уже такой действительно мощный сложившийся стендап, да, там, ну, я не знаю, там, знаете ли вы, там, Женю Чеботкова, Нурлана Сабурова, то есть вот там, вот эти программы, что было дальше, то есть вот как вам это? Я знаю, люблю, слежу, стараюсь не пропускать. Для меня это такой интересный новый пласт открылся, да, то, что и так ребята все это делают, так смешно, так астроумно, так достойно, по-своему, можно спорить, опять-таки. Нужно ли такое количество там всего, что там происходит? Ну, мне нравится, не знаю, это так по-честному, интересно, и иронично, с юмором смешно, пусть это будет, на мой взгляд. Ну, а вот кто, кто вам вот больше, больше импонирует из современных стендаперов? Ну, Сабуров тот же самый, мне очень нравится, и мне нравится, не знаю, Руслан Бенкаут, ну, там все, кто в стендапе, там дедичек, не знаю, нравится мне этих ребят. Они очень, очень цельно, очень хорошо, все это все очень хорошо у них получается. Женский стендап сейчас идет, тоже отлично, это тоже стараюсь не пропускать, и порой хочу голоса, я ходил на выступление к ребятам, так что мне все это очень импонирует. Здорово, а вот на каком последнем, ну, просто у нас-то нету возможности, вот именно мы смотрим только то, что в сети, а вот на каком последнем стендапе вы были, который вас зацепил? Говорили конкретное выступление, я не знаю, я не помню, когда я был весной, по-моему, я был вот именно в один, ну, там не все ребята нравятся, один более, другой менее, но мне нравится направление к самому по себе, как явление стендап, мне это нравится, как явление. Причем русский стендап, он же совсем другой, и он же совсем, скажем так, не политкорректный, то есть это то, что, скажем, сейчас на Западе не могло бы существовать, потому что ребята шутят же абсолютно обо всем, причем, ну, так вот, не то, что на грани фола, там, где-то уже и за гранью, но опять все это выводят в такую интересную плоскость, да, там, когда Сергеевича, да, там, Сабуров вытаскивал, да, его просто размазали бедно, он все свинется. Там жираф жил, да? Дача жирафа? Скажи просто да, просто. При этом актер же, на самом деле, с ДЦП, и вроде как, как вот с этим шутить? Они шутят так, что, в общем, человек абсолютно равный и полноценный им становится, то есть его никак не жалеют. Он понимает, что он равный, конечно, он понимает, что он равный, он такой же, он такой же, у него ДЦП, но он нормальный человек, он нормальный человек, или, говорит, он негр, назови негров, он обидится, чего ты обижаешься? Ну, ты негр, ну и что, ты же нормальный человек, для меня это странно, ну, бог с ним. Да, было, когда приглашали как раз Чернокожего, и они тоже, скажем так, шутили, упорно шутили о цвете его кожи, и в результате все, опять вышло, когда он вышел от них, сказал, да я к вам еще приду, потому что, ну, реально человеку интересно. Конечно, это нормально. Ну, то есть, толерантность, она может быть где-то уже, вот Россия, скажем, такая страна, в которой еще многое можно, чего нельзя уже нигде. В России нет расизма. Я считаю, вот в России расизма нет. Никто не подает негру какого-нибудь, скажет, он говорит, да, ты такой-то, и тебя, нет такого, и не было. Я знаю, в Алма-Ате всегда, по крайней мере, в советские времена были, что вот все жили вместе, не понимали, какие национальности. У меня есть приятель хороший, который, не Костя сейчас я имею в виду, да, а другой тоже, который говорит, мы в Казахстане, он, собственно, так, мы даже не знали, что, какая разница, казах, татарин, там, не знаю, там, русские, там, евреи, ассирийская разница. Ходили пацанами, все гуляли, все, ничего такого не было. Это нормально. Это было так в России, в Советском Союзе я имею в виду. А сейчас придумал еще вот. Хорошо. А вы зачем ездили в Америку, в Лос-Анджелес в актерскую школу учиться? Вы чему там учились и чему научились, если научились? И вообще этот опыт, он весь позитивный или как что-то вам там не понравилось? Нет, мне там понравилось. Я поехал именно, как бы, почиститься, скажем так. Да, я побывал там на первом хорошем курсе института, то есть к истокам вернуться. Это было, надо было себя встряхнуть, какую-то носную шелуху, да, приобретенную там, в постоянных этих спектаклях, съемках и прочее, прочее, содрать себя и просто вот как бы еще раз поучиться, то есть в студенчество войти. И я был потрясен, честно говоря, уровнем преподавания, да, вот в американской школе Лист-Расберка, как серьезно они к этому делу относятся, как они с пиететом к нашей актерской школе относятся, как бы на ней, в принципе, все это и основано. Вот, и я, там актеры-то, американские актеры, они не последние ребята, да, скажем так, в мировом как бы кинематографе и прочее, прочее, они сейчас, сейчас они флагман. Ну да, Голливуд. Тут деваться некуда, они лучше продукт производят на данный момент. А что вы оттуда привезли и что смогли использовать в своей работе, чего не было до того, как вы туда поехали? Ну, в принципе, мы там были месяц, да, все я знал, что они говорили, но я просто, я обновился, да, как бы вот я просто обновился, давайте так говорить. Да. Да, снова, и как бы по-другому стало, не то, что профессиональнее, да, то есть я и думал, что я профессионально делал, но я как бы больше стал уделять время вот именно подготовке, да, какой-то, какого-то даже отношения, здесь, кажется, спектакль, думаю, да, сыграй спектакль, ты вчера свой играл, а теперь по-другому, да, как-то вот я по-другому перед спектаклем, не то, что настраиваюсь, но думаю по-другому, готовлюсь несколько, ну, более сконцентрированно, я веду. Потом многие действительно там вещи хорошие подсказали, которых до этого я не знал чего-то. Каких-то мелочей, но из мелочей состоит профессия. Поэтому я очень не зря съездил. Вы знаете, вот я о чем подумал, когда вы сейчас говорили, что на самом деле человек же очень часто что-то приобретает в путешествиях, когда он в путешествии вдруг что-то видит, чего он не мог заметить, несколько лет сидя на одном месте. А потом вдруг в путешествии ты проживаешь за короткое время, за какую-то там неделю или за две недели, и к тебе приходит какое-то озарение, которого ты вот там у себя дома до этого год не понимал. Вот какой-то вот раз такое открытие внутреннее, просто потому что ты переместился в пространстве, и потому что ты переместился в совершенно другие обстоятельства, в другую жизнь, в другую среду. И как-то вот путешествие очень хорошо по мозге проветривает. А у вас еще такой насыщенный удар в мозг, вот профессиональный произошел, кроме перемещения. Да, это эмоции, эмоции, как правило, положительные эмоции были, поэтому это было, все это было не зря, скажем так. Андрей, это правда, что вас до сих пор нету в социальных сетях? То есть я увидел вас в Фейсбуке в 2020 году, вот я не знаю, это вы зарегистрировались или не вы? Да, как коты блажат просто, поэтому я... Коты – это хорошо, а коты – это же жизнь. Так, да, про социальные сети, извините, пожалуйста. Не, нормально, кота, может, к себе возьмете, или уже сам пускай ходит? Да пускай сам ходит, но... Хорошо, про котов мы тоже поговорим, потому что вы же кота играли еще, был же и такой. Да, да, да. Вот все-таки в Фейсбук зарегистрировались в 2020 году или нет? Нет, я не собираюсь этого делать. А тогда страница, которая там есть, она не ваша? Какой-то левак? Нет, официально заявляю, что ни в одной социальной сети меня нет. И, скорее всего, не будет. Значит, какой-то негодяй, используя ваши фотографии, зарегистрировался от вашего имени, но у него не сильно получилось, потому что там всего три публикации за год. Ну, кто поверит, что три публикации за год можно делать, если ты в соцсетях? Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Какие-то публикации. Ну, мне так это еще неинтересно узнать. Абсолютно. Андрей, это же просто вызов и бунт. Вот то, что вы сейчас заявляете, это бунт, причем как бы бунт против целой матрицы. То есть вы такой, нео такой, да? То есть вы вот берете и идете против системы. Вот не буду я в соцсетях и все. Вот что хотите, делайте. Знаете, тут все намного травиальнее, потому что мне это неинтересно, я ничего не декларирую. Просто мне не хочется. Мне, честно говоря, лень на это время тратить. Жалко мне времени сидеть, картинки какие-то рассматривать, лайкать, что там еще делают. Ну, мне особо не это интересно. С кем нужно, я возьму трубку телефонную, я позвоню и поговорю. Либо еще лучше встречусь. Так интереснее. Вы вот сейчас просто рассказали анекдот. Знаете, сейчас вот есть такой анекдот. Он говорит, у меня есть один знакомый, который не зарегистрирован ни в одной социальной сети. Страшный человек. Если ему что-то надо, он просто берет и приходит. Понимаете? Смешно. Ну, это действительно так. Это же, понимаете, ну, а актеры же сейчас соцсети как используют? Как часть промоушена, как часть профессии. То есть вы заведомо себя из этого вырезаете. Ну, меня по-другому учили. Как бы мне надо работать свою, доказывать, да, свою состоятельность, а не рекламу из себя в данном контексте, да. Что я ем, где я ем, куда еду и прочее, прочее. Какая у меня машина, там, не знаю, квартира и прочее, прочее. У вас немножко упрощенные представления о социальных сетях. Я вам просто как бы, ну, так чуть-чуть скажу, что на самом деле там есть и более вещи интересные. Не только то, что люди едят. Ну, так нет, это ладно. Вы скажите, вы что, вы, может быть, еще и бумажные книги читаете? Исключительно только бумажные. Читаю много, читаю постоянно. Я не понимаю, электронная книга должна пахнуть. Ну, на мой взгляд, это эстетика. Андрей, вы страшный человек. Ну, вот вы, правда, страшный человек, потому что вы, вас нет в социальных сетях, вы читаете бумажные книги. Скажите, пожалуйста, куда вы деваете столько свободного времени, которое у вас высвобождается? Потому что у современного человека 70% времени – это соцсети. Вы 70% времени куда деваете? Я работаю. Ну, нет, я понимаю, остальные что? Все не работают, что ли? Ну, вы точно более насыщенной какой-то жизнью живете. Вы что-то скрываете, мне кажется. Нет, нет, нет. Ну, у меня семья, дети, я не знаю. Ну, у меня есть чем заняться. Я, не знаю, могу приготовить поесть, в конце концов. Я читаю. У меня времени не так, чтобы свободного много. Даже какие-то периоды простоя. Мне есть чем заняться. Немножко тяжелый вопрос, но по времени, потому что вот год прошел, не могу его не задать. Да, то есть вот год назад в августе ушел из жизни Николай Николаевич Глубенко. Да. Один из плеяды, ну вот, больших, вот по-настоящему больших артистов, режиссеров. И вы ведь к нему пришли молодым, вы пришли к нему рано и долго с ним проработали. Вот каким образом он на вас повлиял? Что он вам дал, если повлиял? Ну, практически все. Прежде всего, отношение к профессии, требовательность для профессии от себя, то есть отдача, как бы честное отношение к профессии, состоятельность. Я не знаю, что. Но я себя под Губенко чищу. Если раньше говорили под Лениным, если я Маяковский говорил, что я себя под Лениным чищу, то я в плане творчества чищу себя под Губенко, потому что я видел, как он работал, как он удавился профессией, как он клал в театре самого себя, на этой полутарке театральной. И иначе быть не может. Ну, то есть, вы очень точно сказали, практически все. Да. Да, 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 разумею. Конечно, отношение, как работать, что нужно делать, как добиваться чего-то, уважение там. То, что сам он бегал всегда перед спектаклями, там себя реквизит проверял, я тоже самое делаю. Я не доверяю никому, то, что я должен проверить, я должен почувствовать, посмотреть. То есть, уважать надо профессию, как уважал ее он. И требовать, и от других в том числе, это уже требует, чтобы они так же относились к этой профессии, если они работают рядом со мной. А какие-то моменты были, которые были, скажем, для вас тяжелыми с ним, но которые потом вам дали больше, которые приходилось преодолевать, вот себя преодолевать, какие-то свои слабости преодолевать? Нет, такого ничего не было, только лучшее, да, только лучшее. Профессии в познании, во всем этом только лучшее. Ну, здорово, здорово. Большое спасибо. Август, видите, такой месяц, что тут, ну, какие-то вещи трудно, опять же, не вспомнить. Вот вы говорили несколько раз о Довлатове, да, то есть о том, что вы его любите, читаете. Вот август буквально там на днях, дни памяти Довлатова, да, то есть когда он ушел. А с одной стороны, это ведь Довлатов, это где-то пароль поколения, да, то есть это пароль, ну, может быть, двух поколений, то есть люди по цитатам узнают, ну, такая, свой-чужой, да, такое идет о предмечивании. Но с другой стороны, я смотрю его ведь, и сейчас еще вот ребята, которые совсем юные, совсем маленькие, они тоже его читают и смотрят. Вот Довлатов для вас, вот сегодня он по-прежнему актуален, или вы немножко остыли к нему? Нет, не остыл нисколько, потому что он потрясающий автор, очень близок мне и духовно, и эмоционально, вот, поэтому это мой автор. И я не думаю, что уже буду как-то кардинально меняться, поэтому я думаю, он останется со мной. Здорово. А вот эта самая цитата из Довлатова насчет того, что у Бога добавки не просят, да, то есть она вот все-таки, она по-прежнему вам кажется актуальной, или вы ее переросли, пошли дальше, и все-таки вы способны у Бога попросить добавки и замахнуться еще на один круг какой-то? Нет, добавки-то я могу попросить, даст ли он мне, вот вопрос. В общем, тут ничего, тут ничего и не скажешь, да, больше. Как это было, да? Съесть-то он съесть, да кто же ему даст? Да, 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 да. Хорошо. Москва. Вы вот, вы Москву любите или нет? Очень люблю Москву. Очень мне нравится этот город. А за что, Андрей? Не знаю, тут здесь какое-то присутствует, не знаю, я себя очень уютно чувствую. Движение, все, вот так вот, какие-то бульвары, улицы, даже суета, это мое, я в метро люблю ездить, поэтому мне нравится. Нравится движение, вот это какое-то есть, даже это не мегаполис такой, какой-то бешеный, какой-то концентрация здесь очень приятная, хорошая. Ну, мне она подходит. И это просто как-то без таких пафосов определенных. Хороший город. Какой район у вас в Москве любимый? Мой Таганский. Ваш Таганский? Таганский, Таганский район. Я его очень люблю. Он очень такой уютный, для своих такой район, для своих. Наморенный какой-то такой район. Москва, она же очень разная, и она еще и разные совершенно вещи включает в себя, перемалывает, перерабатывает. Вот сейчас такой немножко, да, немножко хайповый момент с Москвой и с вот этой новой скульптурой провокационной, в хорошем смысле, в плохом смысле, не знаю, вот эта большая глина. Я видел. Вот что, что для вас это такое? Честно говоря, когда я его видел, у меня шок какой-то был. Я не знаю, я не понял, может быть, я настолько хаичен, что не разбираюсь в современном искусстве, вот, но, не знаю, я бы такое не поставил там. Наверное, что-то не понимаю, кто-то же думал об этом, решали, видели, а так, я не знаю. Меня не впечатлило, точнее, впечатлило со знаком минус, но время рассудят. Я же тоже неистинно последний инвестарцы, правильно, поэтому. Какая-то все-таки странная такая гибридная ситуация, да, потому что, ну, с одной стороны, вот такая провокация, провокативное искусство такое, абсолютно западное, да, то есть это вот запад-запад такой совсем, да, то есть тем более, ну, да, да, и причем именно, да, именно сейчас, когда, допустим, те же консульские отделы просто в России закрыты, и в те же штаты там вынуждены люди обращаться, допустим, сюда, ну, вот я почему-то про это говорю, ко мне вот недавно обратились и попросили с визами помочь, потому что на территории России визы не выдают, то есть вот, ну, какие-то вещи вроде вот, с одной стороны, такое абсолютно западное, западное, провокационное, там, и вписывается, понимаешь, в любой западный контекст, а с другой стороны консульские отделы закрыты, и какая-то такая вот изоляция, это вообще вот свойство чего, это свойство нынешнего мира такого гибридного, или что, вот вы это как вот видите? Я бы не сопоставлял как будто эту культуру, да, скульптуру с происходящим в мире, скульптуру поставили, не знаю, большого мы или нет, как бы, ну, а с другой стороны, сейчас, допустим, выставка идет в Бушкинском музее, из итальянского музея, идет выставка, какая-то прекрасная выставка там, проторенессанс из Сиены приехал к нам, всем добро пожаловать, мы очень рады, из Сиены, да, так что, была же выставка дюрера там, большая тоже, как бы совсем, пожалуйста, все рады, все довольны, все отлично, то есть какая-то культурная какая-то связь осталась, а политики, ну что, что, что оттуда грязь льется там, от политиков, ну и бог с ними, собаку лает ветер, знаете, мы многое пережили, переживем и это, поэтому. Хорошо. Мы плевать, да. Хорошо. Знаете, про что хотел спросить еще, про спектакли драматические, вот, что вы в театре играли такого, что вот вам дороже всего, вот можете сказать, как вот именно, когда в театре вы как драматический актер играли, что вам вот по-настоящему дорого? Первая моя роль в театре, самая главная как бы для меня сейчас, то, что я с этой роли начал, с главной роли сразу после института Губенко, такой знаковый был спектакль «Белые столбы» по-салтокому щедрину. Вот у меня там как бы от начала до конца не выходила со сцены, у меня огромная такая глобальная судьба России, там все такая была очень серьезная роль. Потом уже много было ролей и были серьезные и главные. Вот, но вот эта роль одна у меня как бы, точка отсчета для меня является. Очень дорогой этот спектакль был, и я ему очень благодарен. А вы долго играли этот спектакль? То есть, сколько он шел? Шел лет не сорвать, лет восемь он шел, лет восемь шел. А вы сейчас текст помните или вот текст ушел уже? Помню. Помните? Нет, помню, я помню текст. Да, помню текст. Я недавно просто как бы, я из института помню свои тексты. Так. Я из института помню, знаете, потому что так так впадает, я с Губенко разговаривал, помню, за где-то месяц, за восемь, наверное, до его смерти, вот, и у них же был в Авгике, в Авгике, у Губенко, это сколько лет там назад, там 60, конечно, не знаю, 60, начало с 60, да, был там, у них знаменитый спектакль, карьера Артура Уи, по Брэфту, это был знаменитый спектакль, он гремел на всю Москву, Губенко играл Гитлера, вот, и там, и Губенко меня встретил, что-то, буду ставить карьеру Артура Уи, то, что, ну, другой, он тоже режиссер, будем делать, а кто будет Уи играть, ну, Гитлера, Губенко, говорит, я буду играть, да ладно, он говорит, ну что, текст я помню, и на немецком монолог, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, говорит, джемое, он говорит, я текст полностью помню, на немецком языке, я не знаю, что значит, но слова и все прочее он помнит, это западает, когда что-то интересно западает, и потом уже не выветривается, то есть, на кучу текстов, в принципе. Андрей, что вы не сыграли, что хочется сыграть, вот, прям, сильно до сих пор, вот такая, прям, настоящая мечта? Вы знаете, конкретно, что-то вам не назову, но играть хочется, играть хочется хорошие, большие роли, хороших авторов, а жанр, это уже не важно, главное, что-то, чтобы глобальное, ну, что-то интересное такое, пути-пути, да, вот, что-то такое, мощное, значимое. А в театре или в кино? А нет разницы, это же профессия кино, театр, какая разница? Ну, для меня лично театр, мне театр интереснее, ну, может быть, просто я больше погружен в театр, нежели в кино, у меня в кино не было таких, скажем так, глобальных, да, ролей, там, что-то такое прочее, они были, но не такие, как в театре, по значимости, опять-таки. А сколько лет вы уже служите в театре? С 1994 года. Это сколько? 27 лет. 27 лет. Ну, здорово, здорово. А вы же, ну, понятно, что мы где-то вот 90-е хорошо помним с вами, да, то есть, в 90-е, знаете, в Москве, я помню, был совершенно замечательный плакат такой, а вот прям, ну, не плакат, билборд такой был, на котором, значит, на красной икре, черной икрой было написано, жизнь удалась, вот, вот прям, в 90-е, жизнь удалась. Вот, Андрей, у вас, вот это, ну, не в этом смысле, а вообще, у вас вот такое ощущение есть или нет? То есть, жизнь удалась? Вы знаете, у меня семья, у меня работа, ну, пока что нормально. Не могу сказать, что я достиг всего, чего хотел, но пока идет, ну, как бы нормально. Нормально. Да, чтобы не гневить Бога. А все-таки, вот, пожалуйста, скажите, а чего вы хотите по-настоящему, но чего вам не дают? Потому что ведь все-таки актер, это, ну, многократно зависимая профессия, да, и вот там много чего ждешь, ждешь, и годами ждешь, и не дожидаешься, но какие-то вещи же можно проговаривать, пространство, вселенную, Богу, и они возвращаются. Вот есть что-то, что вы хотите по-настоящему попросить? Да, вы знаете, у меня как бы все нормально, по крайней мере, в театре мне дают. Я так, я поступательно, да, работаю, я знаю, что-то, что будет, даст Бог, что сложится, ну, не сложится, не сложится, ну, в конце концов, на этом не остановится ничего, жизнь не остановится моя, вот, именно из-за того, что мне что-то, что-то не дали. Есть более глобальные вещи. Андрей, ну, не могу тогда не спросить, а более глобальные это что? Родные, близкие, родина. Вот это, вот это для меня вещи глобальные. Да. Да. Да.